Телегу, а через другую, через... Анапа, что тогда? Анапа, что? Не российская физика? Подожди, сейчас у нас выиграли Анапа, Москва, Казахстан, Казахстан, как ты тогда это объяснишь? Не-не-не, Узбекистан. Казахстан тоже девочка выиграла. Узбекистан пару человек выиграла. Ребята, а сколько Казахстана выиграли? Напишите. В Москве тоже пару человек выиграли. И еще, как я знаю, выиграли... А сколько выиграл человек? Узбекистан и Таджикистан. Давай с этого начнем. Почему? А почему? Узбекистана очень много, а Таджикистана тоже очень много. Знаешь, у меня среди подписчиков очень много таджиков. А когда конкурс начал, за это слово, конечно, нельзя. А в чем это участие проявляется? Активно участие участвует. Ну, они добавляют... У меня, к примеру, в подписчиков очень много таджиков добавилось. Подожди. А то, что Таджики добавились, а в этом разница какая-то есть вообще? Вероятность... Это значит подложка самой программы этой, которая делает... Нет, ты не понимаешь. Смотри, смотри. Объясняй тебе, например, в комнате 10 человек. Вот, в комнате 10 человек. Шестеро из них это таджики, к примеру. Два чеченца и две русских. Два русских. Как... У кого больше вероятность... Один к одному здесь. Вероятность у кого больше, кто... Вероятность у кого больше в комнате выиграть? Вот... Нет. Знаешь почему? Потому что таджиков шесть, теченца два, а русских два. Вот именно тогда нужно делать тогда... Не через телегу, а нужно делать случайный выбор генератор случайных. О, коммент. Вот именно, смотри, я тебе объясняю, смотри. Это и есть генератор случайных чисел. Генератор случайных чисел, о котором ты говоришь в Инстаграме, он не работает в Телеграме. Смотри. Вот есть генератор случайных чисел, это именно Телеграм конкурс. Можешь даже проверить, кто разбирается. Смотри. Вот нажимаешь сюда. Это та же самая программа, только в Телеграме. Так в Телеграме не работает. Смотри. Нажимаешь сюда. Выбрать заново. Видишь? Нажимаем сюда. Тут только с никнеймом, чтобы мы могли связаться с победителем. Нажимаем сюда, только с никнеймом. И выбираем. Тут вы спрячете. Премьер говорит, это не выиграл, я просто показываю тебе. Человек. Все. Это девушка. Здесь она из Казахстана или Узбекистана. Случайным набором. Да, у них вероятность больше. Ты сейчас вот просто набрал элементарный вопрос случайным выбором. Сделал. Ладно, все хорошо. Я их много просто. Совести как бы остается. Я просто тебе говорю, что как бы здесь, если делать правильно, как бы в твоем случае, если вот многие люди, которые выигрывают из Таджикистана, ты получается как бы сделаешь, тогда у тебя розыгрыш идет на Узбекистан и Таджикистан. И все. Больше процентов. У тебя 8-90 процентов идет розыгрыш на Узбекистан и Таджикистан. И все. Вот у тебя. Вот. Именно. Вот именно. Есть другие программы. Где есть. Они просто очень активные. Где есть. Ты походу не понимаешь. Ты походу не понимаешь. В Телеграме есть этот бот. Мне нравится, что он нашли сделал. Его можно построить. А этот бот, который я тебе показывал. Короче, друг мой. Друг мой. Я думал, ты конкретно мне там какой-то довод привел. Короче, давай не будем спорить. Я думал, ты конкретно мне какой-то довод приведешь. Почему нет? Я поэтому тебя добавил. Нет. Если я чего-то появился, я тебе не добавлялся. Я думал, ты мне конкретно что-то покажешь. Просто элементарно два-три телефона разыграй. И посмотрим, кто выиграет. Вот именно через Инстаграм. Подожди. Подожди. Один телефон должен разыграть там. Потому что тебе нужно было лайк поставить. Правильно? И подписаться на Телегу. Правильно? Вот. А теперь давай мы сделаем по лайкам и посмотрим, кто лайк взял больше в Инсте, чем мы в Телеге подписались на тебя. Давай посмотрим. Там, если мы сейчас будем выбирать среди лайков, снова Таджик выиграет. Прикинь. Нет, зачем? Смотри. Я буду выбирать методом тыка. Знаешь, что такое метод тык? Ну там коменты кто-то записал по комментариям, кто подписан. Ну просто по подпискам, кто подписан на тебя. Не, я же по лайкам сказал. По комментам я не говорил уже. Вроде по лайкам. Ну. На меня подписано 8 миллион человек. Надо выбирать. Смотри. Когда на лайки, мы методом тыка вот так делаем. И так нажимаем в ходу методом тыка, выбираем себе лайков. Давай что, попробуем? Мне кажется, Рон Таджика больше. Я, конечно, не отрезаю тот факт, что русские или там чтенец, либо там Дагестан, либо казах могут выиграть. Но сейчас будем проверять. Нам бы легче в Россию отправить. Конечно, нам легче даже в Россию отправить. Ты понимаешь? Я все понимаю. Просто здесь дело не в этом. В плане того, что здесь как бы люди сидят, допустим, в других регионах. Как бы люди... Не, поверь мне, поверь мне, нет никакой разницы. Я не знаю. Вот давай, ты выберешь там методом тыка. Зайдешь, вот так будет взялать. Да, 300 тысяч лайков. А чуть-чуть клистаем. Чуть-чуть хотя бы. Смотри. Давай, когда... Стоп, ты нажмешь хорошо. Еще можно. Нет, оно вниз не... Видишь? 300 тысяч лайков не показывает. А я... Стоп. Вот. Вот. Видал. Видишь? Видишь? Казачка. Видишь? Вот. Нет, это не казачка-то. Узбечка, по-моему. Видишь? Эти люди за границей. Почему так? Потому что их много. Где? Ну это же не бот. Это настоящий аккаунт. Вот. Это настоящий... Видишь, она мне писала. Ну это ладно. Это одна фотография. Ну что? Это настоящий аккаунт. Представляете, если ты так выбирал, допустим, методом бота? Ладно. Я не могу тебя понять. Слушай, друг мой. Нет у тебя конференции. Давай, брат. Давай, давай, давай.